Приветствую, мои дорогие! В этом видео мы разберем еще один вариант техники Отсушка. Напоминаю, для чего она применяется. Техника Отсушка применяется для того, чтобы прервать эмоциональную связь с каким-либо человеком. Чаще всего эту технику используют, так уж повелось, используют те люди, которые прервали какие-то романтические отношения. Вы расстались с любимым, либо вы расстались с любимой женщиной. Но хочу отдельно сакцентировать внимание ваше на том, что техника Отсушка применяется вообще во всех случаях, когда вы чувствуете какую-то эмоциональную привязанность, неважно позитивную или негативную, от какого-то человека. Например, вы ушли с какого-то места работы и там не очень хорошо расстались с вашим начальством. И вы постоянно прокручиваете какие-то эпизоды, я мог сказать так, а мог сказать этак, а мог поступить таким образом. Ну, скажем так, ваше мысленное пространство постоянно занято прокручиванием каких-то мыслей. Конечно, очень часто это случается, когда мы прерываем романтические отношения, потому что там более сильные эмоциональные привязки. Итак, какая цель техники Отсушки? Техника Отсушки применяется для того, чтобы, если по-простому сказать, просто перестать думать о каком-то человеке, с которым у вас были какие-то отношения. И приступаем непосредственно к технике. Это второй вариант, который делается в пространстве. Я напоминаю, что когда я говорю, что техника делается в пространстве, это значит, что вам непосредственно нужно вот в комнате поперемещаться будет, прям физически ножками. Почему это важно? Это важно, потому что, если вы, допустим, не проходили курс NLP практик, или, может быть, вы не проходили психотерапию, вы не так, скажем так, прокачаны в способах самопроработки. Если же вы прорабатывали, если вы имеете опыт работы с психологом, с психотерапевтом, ходили на какие-нибудь серьезные курсы, типа гештальтерапии или курсы NLP проходили, то, конечно, вы можете ее проделать и в голове. Но если вы, скажем так, начинающий человек, который пытается починить свою жизнь с помощью всевозможных техник, то лучше будет перемещаться в пространстве. А те, кто проходил курсы, знают, что перемещаться в пространстве куда гораздо более эффективно. И мы переходим к первому шагу техники. Здесь я вам написал небольшие шаги, всего 7 шагов, с помощью которых вы сможете прервать эту эмоциональную связь. Первым шагом нужно будет увидеть человека. Но прежде чем мы увидим человека, нужно сначала увидеть себя. Итак, то, что я вам сейчас буду здесь схематично зарисовывать, это вид сверху, как если бы вы находились в каком-то помещении, в какой-то комнате, где вы, собственно говоря, и будете проделывать технику. И вот есть вы. Вот есть вы, вы, который испытывает неприятную какую-то зависимость эмоциональную от другого человека. И есть другой человек. Мы его обозначим буквой Ч. Вот так вот написано. Чел. Неважно, мужчина это или женщина. Суть не в этом. Переходим ко второму шагу. То есть вы находитесь в своей комнате, в своем пространстве. Можно делать на улице, где угодно. И ваша задача представить, а где бы этот человек в этом пространстве сейчас мог находиться. И постараться, насколько это возможно, визуализировать этого человека. Вот я, допустим, если бы я делал технику-отсушку от какого-то человека, я сейчас представлю, что вот тот человек, от которого я хочу, скажем так, освободить свои мысли, находился бы здесь. У вас это будет где-то в своем, в каком-то удобном месте. И ваша задача представить этого человека. То есть на втором шаге мы визуализируем этого человека, представляем его. Представили, увидели. Определите приблизительное расстояние, на котором он от вас находится. Запомните это расстояние. И дальше второй шаг у нас называется связь. То есть нам нужно на первом шаге человека представить. На втором шаге мы визуализируем связь. Представляем какую-то мысленно связь. Через что? То есть мы здесь переходим в визуальную метафору. Через что я с ним связан? И здесь очень важно нарисовать себе какую-то пространственную связь. Некоторые люди рисуют цепи у себя в голове. Вот я с этим человеком связан цепями. Кто-то нитями, кто-то нитями белого цвета, синего, красного. Когда вы визуализировали связь, то есть вы начали представлять, что вы каким-то образом с этим человеком связаны. На третьем шаге нам нужно диссоциироваться. Диссоциироваться. Сейчас поясню, что это значит. То есть вы стояли в точке Я и видели человека в точке Ч. И ваша задача сейчас мысленно оставить себя стоять в точке Я, но как бы перейти немного в другое место. То есть вы представляете, что вы оставляете себя и отстраняетесь. Начинаете смотреть и на себя, и на этого человека со стороны. Мы эту точку назовем точка Д. Диссоциация. То есть мы начинаем смотреть на себя со стороны и начинаем смотреть на другого человека тоже со стороны. Ну и одновременно мы можем еще просматривать эту связь. Это очень важно, чтобы со стороны вы могли, постарались насколько это возможно, увидеть себя и увидеть того человека. И увидеть ту связь, которую вы визуализировали на первых шагах. После того, как вы это все увидели, могу вам сразу сказать, вам уже станет намного легче. То есть вы когда смотрите чужими глазами на себя, вы уже начинаете испытывать облегчение. Вы как бы становитесь над системой. Вы выходите за рамки этой системы. Вам уже будет легче. Итак, видим себя, видим другого человека. Переходим к четвертому шагу. Четвертый шаг называется обретение ресурсов и якорение. Что это значит? Ваша задача, когда вы находитесь в точке диссоциации, это третья точка, видите себя со стороны, видите этого человека со стороны, ваша ключевая задача найти ресурсы. Те, кто проходят курсы NLP практик, конечно, знают, что такое ресурсы. А те, кто курсы NLP практик еще не проходил, иногда возникает вопрос, а что же такое ресурсы? Ресурсы это какие-то наши внутренние качества, наши внутренние состояния, когда мы чувствуем себя хорошо и имеем возможность преодолеть то затруднение, перед которым мы стоим. В данном случае у нас затруднения, постоянно возвращающиеся мысли об этом человеке. В нашем случае нересурсным состоянием является сама по себе вот эта связь, неприятная привязка. Что же такое ресурс? Для того, чтобы обрести ресурсы, мы делаем еще один очень интересный фокус. Этот фокус заключается в том, что нам нужно из точки я диссоциирован, вот точка я диссоциирован, когда я гляжу на себя глазами постороннего, наша задача выбрать еще одну точку в пространстве, еще одну точку в пространстве, мы ее назовем точка R, ресурсы. Где мы будем восполняться ресурсами. Просто поглядите на полу, приблизительно там, отметьте себе. Вот, к примеру, ресурсами я буду наполняться там. И для того, чтобы наполниться ресурсами, вам нужно вспомнить себя, когда вы чувствовали себя прям уверенно, были довольны собой, гордились собой. Прям вспомнить такие ситуации в жизни, когда вы в действительности были прям на таком. на коне, полны уверенности. Что это дает? Когда вы вспоминаете эти случаи, вы можете это состояние оттуда, из прошлого, ресурсное состояние, на себя взять. И как это сделать? Здесь мы мысленно из позиции я диссоциированный делаем шаг в точку ресурсов. Оп, прям физически. Переходим. Мы вспомнили несколько случаев, где мы чувствовали себя хорошо и прекрасно, то есть были в полном ресурсе, и наша задача, когда мы делаем вот этот переход, когда мы перешагиваем, наша задача здесь как бы вернуться в ту ситуацию, где я чувствовал себя прям очень хорошо, прям большим молодцом. И в этот момент вот постоять в этой точке, где мы были наполнены ресурсами. Не знаю, может вы катались на машине и на какой-то экстремальной. Может быть вы лазали по горам, может быть вы с парашютом прыгали. И после того, как вы приземлились, вам вообще после этого казалось, что вообще вас невозможно ни на что там сподвигнуть, невозможно на вас влиять как-то негативно. То есть вот нужно вспомнить несколько таких случаев, а я уверен, что в жизни каждого из вас были такие случаи, где вы чувствовали себя прекрасно и ресурсно. И в этой точке, находясь, прям проиграть у себя в голове, как будто это на самом деле с вами происходило. И поставить якорь. Что такое якорь? Якорь обычно мы здесь ставим кинестетический самому себе. Берем пальчик и в какое-нибудь место нестандартное, ни на ладошку и ни на стопы ноги. Допустим, на ноге, на руке. Просто ставим себе якорь. Иногда можно просто мощно сжать кулак. Это тоже сработает. Итак, стоим в точке ресурсы, вспоминаем, где я чувствовал себя хорошо и прекрасно, ставим якорь. К примеру, резким сжатием кулака. Либо прикосновению своей груди. Прикоснулись, наполнились ресурсом, ощущаете это состояние. Здесь очень важно поработать с состоянием и прям прочувствовать, как вам было круто, когда вы испытывали уверенность. В жизни каждого человека есть такие случаи. Вы наполнились ресурсом, поставили якорь и снова вступаете в точку «я диссоциирован». Вы вступили в точку «я диссоциирован» и мы переходим к пятому шагу. Когда вы уже наполнились ресурсами и шагнули снова в точку «я диссоциирован», то есть «я смотрю на себя и на ситуацию глазами другого человека», здесь важно понять, что в точке ресурсов вы наполнялись ресурсом и вы уже в точку «я диссоциирован» несете это ресурсное состояние. И уже из этого ресурсного состояния вы, глядя на себя со стороны и на собеседника вашего со стороны, на точку «человек», вам нужно посмотреть и понаблюдать, потому что в другом состоянии вы уже будете немного видеть и себя по-другому, и другого человека. И самое интересное, скорее всего, эти связи, они будут тоже трансформироваться. То есть вы увидите некую трансформацию связей. Здесь очень важный момент. Когда мы перемещаемся из точки ресурсов «я диссоциирована», посмотрите на эти связи, посмотрите на себя и посмотрите на другого. Если изменений никаких не произошло, а они должны были произойти, значит вы взяли недостаточно ресурсов. В этом случае мы имеем полное право повторить вот этот шаг номер 4 обретения ресурсов и корения бесконечное количество раз. Что я имею в виду? Вы взяли и использовали одну ситуацию, где вы были в ресурсном состоянии, вы вошли в точку ресурсы, постояли, погрузились в это состояние, обрели ресурс, поставили якорь, вернулись в точку «я диссоциирован», смотрите на связи и понимаете, что я в принципе себя чувствую хорошо, но тех ресурсов, которые я приобрел в этом ресурсном месте, мне недостаточно. Тогда вы можете повторить шаг 4 невероятное количество раз. Снова переходите в точку «ресурсы», вспоминаете какую-то другую ситуацию, где вы тоже чувствовали себя молодцом, здесь нужно покопаться немножко в своем прошлом, может быть вы успешно сдали экзамен, может быть вы очень хорошо там в каком-то случае себя проявили, может быть вы провели какое-то невероятное выступление, может быть вы, не знаю, катались на мотоцикле, прыгали с парашютом, я уже повторяюсь, что-то еще, что вам дает ресурс, а может быть вы чувствуете себя в ресурсе, когда вы сидите у костра или на берегу моря. Что очень важно, когда мы находимся в точке ресурсы, очень важно перебирать те ресурсные случаи в вашей жизни, которые не связаны с этим человеком. Вам будет намного легче, если вы будете выбирать ресурсы, когда этого человека с вами рядом не было. И мы точно так же проживаем эту ситуацию, наполняемся ресурсом, вспоминаем, как это было, как мне было классно, каким я крутым или какой я крутой, какой я молочинкой себя чувствовал, и точно так же ставим якорь. Можно в то же самое место, желательно даже в то же самое место, но главное испытать хорошее, такое мощное состояние. Поставили якорь, заикорили это состояние, отпускаем якорь, становимся в позицию я диссоциирован. Снова смотрим на себя со стороны, снова смотрим на другого человека со стороны, и снова смотрим на эти связи. Смотрим, насколько они изменились, насколько они стали слабыми, более ослабленными в этом моменте. Может быть, они вообще начали исчезать. Обычно после двух-трех попыток войти в ресурс и снова войти в точку «я диссоциирован», эти связи вообще исчезают. Вот так вот, если визуально смотреть. То есть, ваша задача повторять шаг 4, до тех пор становитесь в точку ресурса, восполняетесь ресурсом, якорите ресурс, выходите, становитесь в точку диссоциированы, смотрите, какая сейчас связь между мной и этим человеком, мощная она, не мощная, слабеет она или не слабеет. Если слабеет, хорошо, если не слабеет, снова идем за ресурсами. Посмотрели, окей, связи практически нет, либо ее полностью нет. Когда мы добились такого состояния, что мы из диссоциированного состояния глядим на себя и на вашего собеседника и понимаем, что эта связь уже либо совсем слабая, либо ее вовсе нет, мы переходим к следующему шагу, который называется ассоциация с собой плюс якорь. Напомню, что мы начинали технику с точки Я, зовем ее Я1, с точки Я мы начинали. И наша задача сейчас, когда мы уже восполнились ресурсами, и напоминаю, что у нас есть ресурсный якорь, в моем случае он на груди, у вас он может быть где угодно, наша задача снова ассоциироваться с собой. Напоминаю, что все это мы делаем в пространстве, это вид сверху, мы становимся в ту точку, именно в пространстве, где мы начинали делать эту технику. Мы встали в эту точку, активировали якорь и глядим на этого человека. И когда мы глядим на этого человека с активированным якорем, мы уже не будем испытывать к этому человеку никакой эмоциональной привязанности и будем чувствовать себя сильными и восполненными ресурсами. Напоминаю, сейчас на шестом шаге мы еще держим якорь и просто глядим на этого человека. Глядим на этого человека, если все хорошо сработало, то вы уже не будете чувствовать эмоциональную привязку. Если же что-то пошло не так и вы все равно, используя ресурсный якорь, чувствуете привязку к этому человеку, ваша задача заново вернуться к шагу один и проделать все заново. Бывает такое, что мы не проделываем отсушку с первого раза. Да, любая психологическая проработка, она требует затраты энергии и самое главное, времени. Я не знаю, сколько я времени сейчас перед вами выступаю, наверное, минута 10-12. Я вам рассказываю, но фактически это проделывается тех же 10-15 минут. К сожалению, очень многие люди не могут потратить на себя 15 минут. Они смотрят такие видеоролики и пишут в комментариях, да, это все фигня собачья, это все не работает, я все равно страдаю. Ваша цель, скорее всего, продолжать страдать, если вы такое говорите. Тот человек, который взял это видео, начал делать аккуратно, по методике, вдумчиво, разбираясь, как это делается, обязательно достигнет успеха. И что еще вам поможет? Ставить это видео на паузу, делать шаги и потом включать заново и продолжать делать следующие шаги. Ну и у нас еще остался один очень важный седьмой шаг. Очень важно нам понять, сделали же мы эту технику хорошо или нехорошо. Этот шаг называется подстройка к будущему или экологическая проверка. В НОПе техниках, как правило, концовка одна и та же. Либо мы подстраиваемся под будущее, либо проверяем экологию. В данном случае мы подстраиваемся под будущее. Что значит подстройка под будущее? Значит, что вам уже не нужно помнить все эти вещи, не нужно использовать ресурсный якорь, а просто представить, вот как если бы вы встретили этого человека в будущем, либо что-то вам напомнило об этом человеке в будущем, и как вы будете реагировать. Если вы представили, ну допустим, возьмем ситуацию, раньше, когда вам в ленте инстаграма, или фейсбука, или вконтакта попадалась фотография этого человека, то вас начинало накрывать какими-то мыслями, вы продолжали там залипать на его фотографии, следить за ним, за его лентой, кто его лайкает. И после этого вы чувствовали неприятные чувства, скажем, вот эту эмоциональную зависимость испытывали. Так вот, на шаге подстройка к будущему ваша задача проверить эту историю. Вам нужно представить, так, если мне попадется в ленте фотография вот этого человека, как я теперь буду реагировать? Если вы, понимая, представляя эту ситуацию в будущем, осознаете, что все, уже нету этой эмоциональной привязанности, я уже чувствую себя в ресурсе, мне уже хорошо, то все окей. Можно сказать самому себе спасибо, поблагодарить себя, поблагодарить меня, написать комментарий к этому видео, поставить лайк, поделиться с тем человеком, кому это видео может быть полезным. И все, идти дальше жить и не париться больше. Но бывает такое, что техника проделана либо не совсем качественно, вы, допустим, спешили, либо не сумели набраться должного количества ресурсов. В этом случае, опять же, возвращаемся к первому шагу и проделываем заново. Также в этом видео, где-то здесь, я прикреплю еще один вариант исполнения этой техники, которую я записывал ранее. Он тоже поможет, он чем-то похож на эту технику, но там есть существенные отличия, потому что просто немножко по-другому делается. Также, что я могу вам сказать? Что вам еще поможет? Вы, как продвинутые НЛПеры, вы же в процессе этой техники делали себе много ресурсных якорей. Если вдруг вы, когда будете видеться с этим человеком или встречаться с этим человеком, почувствуете, что вот, ну вот, накатывает, накрывает, я не могу справиться с этой ситуацией, напоминаю, что у вас уже в процессе проделывания этой техники есть ресурсный якорь. А что вам мешает в процессе общения с этим человеком? Либо вы в соцсетях увидели фотографию, снова воспроизвести этот ресурсный якорь. Уверен, если вы воспроизведете этот ресурсный якорь, то вам будет намного легче. То есть, вам не нужно будет проделывать уже эту всю технику, но если техника была проделана не до конца, скажем так, чисто, и остались какие-то легкие привязанности, то вы можете просто воспроизводить свой ресурсный якорь и, скорее всего, у вас будет отпускать. А если не отпускает, просто нужно проделать эту технику несколько раз, и тогда точно получится, и тогда точно отпустит, и вы перестанете страдать, и, наконец, начнете заниматься важными делами, начнете обустраивать свою личную жизнь, становиться более счастливыми, более успешными, чего я вам и желаю. Подписывайтесь на канал, делитесь этими видео с теми, кому они могут быть полезны. С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok